два поединочка сейчас обсудим это гангора ахметов 1 и головкин шеремета гангора ахметов мы как бы и ну мы я прогноз не давали ну так как в принципе гангора то боец неизвестный да и я его и честно говоря не смотрел гангора но увидел то что то что просматривая бой головкин шеремета я в прямом эфире не смотрел новость такая то что ахметов проиграл нокаутом конечно для меня это было удивительно потому что ну ахметов то боец как бы такой для нас известны для нас как бы неплохой пусть дистанционный и гангора как бы боец тоже в принципе дистанционный должен быть так то я посмотрел на него на его тело на его не не крепкое телосложение и видно что он как бы любительская там какая-то карьера то что ну наверное думаю дистанционный к дистанционный кахметов которые более плотный более как бы бьющий для глядя на физиологию до более бьющий ну должен переиграть гангору перебить там переиграть может даже досрочить ну короче ребята акцент не делал на этот бой и увидев что я сначала когда увидел то что ахметов проиграл гангоре нокаутом я как бы в первую очередь и этот бой посмотрела потом уже головкин шеремета потому что головкин шеремета там то все понятно было то что головкин досрочно закончат и что я вижу ребята в этом поединке сейчас мы с вами обсудим причины обсудим это что нужно сделать акцент ну что мы видим в начале боя гангоры работает вторым номером до конгоры пытается раскрыть всего акметова пытается прочувствовать его силу самого мощного удара потому что все самые мощные удар они в начале раунда приходят и когда прошло там один два три раунда гангора все прочувствовал пропустил попытался обыграть попытался но в каких-то случаях и даже перебить попытался и увидел то что у него все получается и удар он держит тогда что делает гангоры 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 делает то что является для на для наших боксеров самым опасным моментом это когда идет на тебя идет на тебя и крепкая голова не то что может и не крепко ребят но именно удар ахметова ахметов боец как бы вну бьющий наверное держит да и нашим бойцам видите с чем приходится сталкиваться сталкиваться с самым опасным когда вот такие как спинс такие как кроуфорд такие как джеронта дэвис когда к тебе подходят через удары через блок и стоят перед тобой тебе приходится вкладывать бить в него и ты понимаешь когда ничего не получается соперник не потрясается соперник держит удар улыбается и не знаешь что делать ты начинаешь еще сильней вкладываться в удар но не учили наших ребят тому что в блок если руки подняты вкладываться в удар не нужно потому что какой бы ты сильно не был ты этот блок не пробьешь ты только вымытый все потому что если чистое попадание боец держит твое то удар через руки даже если блок не плотный он будет держать вдвойне и конечно функционалка падает падает начинаются пропуски начинается непонимание бокса начинается начинаются неправильные советы в углу тренерский штаб я имею ввиду и когда все вот это в совокупности там не понимание тут не знание что делать вот такие ребята результаты 2 2 казахстанского бойца выбили выбили в той же манере выбили в той же ну в той же среде бокса именно в размине до этого помните мой как бы головкину геннадию ну такой мини послание как нужно работать и ахметов видите что как этот боец казахстанский принял принял примеру манеру гангоры правильно гангору то есть стал начал размениваться может и нужно было ахметов потому что гангора боец не сильно давящий может и нужно было своей стезе своей манере меньше выбрасывать ударов потому что плотность боя от ахметов все в принципе была высока нужно отдать должное может нужно попытаться вот так как первую половину боя возможно и выиграл ахметов да нужно попытаться посушить борис ну какие-то моменты потому что но не готовы ребята наши бойцы к тому штука что перед тобой стоит боец которые просто не пробьешь и который в тебя бьют и будут нокаутировать наших бойцов и российских и казахстанских и уж не говоря об украинских потому что ну почему не говоря об украинских потому что но я какие-то проспекты украинский смотрел там вообще тоже ничего близкого нет эти хоть вот ахметов путь крепкие в размере не бьются хорошо там как бы такие вот в основном попрыгунчики но может не попадались ребята потому что я это не сильно за мелкими бойцами слезу вот что попадается то и обсуждаю то и обсуждаю дальше ребята дальше головкин шеремет да ну жалко конечно ребята боец пробитый функционалка охеренная у вас металла удар неплохой ну не хватает не хватает работы на ближней дистанции в клинче не хватает потому что он да пытается перебить но неграмотно пропускает удары где-то нужно дать где-то заклинчевать но это другая история дальше головкин шеремета что я могу сказать друзья по этому бою я только могу выразить ребята свое опасение как бы грустно не было фанатом гены головкин болельщикам в которую в принципе и я отношусь и все наши люди в россии все болеют за геннадия безусловно усилие бенса дает свои плоды на глаза на лицо ну поговорка такая факт на лицо говорят да факт на глаза это у нас в россии что мы видим иногда он это да хорошо что не накал тяжелый потому что мы бы так и не поняли геннадия работа на дистанции от геннадий головкина работа на дистанции переиграть соперником после попадания нету доработки даже после нокдауна нету попытки доработать добить хотя геннадий раньше это прекрасно делал далее когда вы понятно шеремета боец по которому трудно судить но все равно даже шереметы он на дистанции работал работала ему опять надоело ребят и опять он начал размениваться дальше 2 ну вторая история в боксе в этом поединке дальше начинается опять работа на средней дистанции но качество работы на средней дистанции уже упала в каком плане опять на средней дистанции не чувствует удар не может прочитать в каком плане не чувствует не предугадывает удар если он когда-то предугадывал оттяжки какие-то уходы до пропуске до крепкая голова но видно что право джебы идут и бью на голову и он не понимает что нужно сделать дальше дальше не доработка от силы удара еще третий момент силы удара ну и и не отнять в геннадий удар то жесткий удар то серьезный в принципе но ребята люди встают уже после этого удара да не вставали раньше но не было шансов продолжать боя сейчас видите встают бой продолжают доработки нету отдышка геннадия какая-то отдышка то есть может с возрастом можно он и раньше так делал вот эти отдышки но сейчас он это начал делать раньше с первых раундов так что ребята вот если мне сказать честно честно но я вот допустим даже с джармалом чарла если он будет работать так вот на дистанции или стоять на средней дистанции там его никто не будет пропускать потому что нужно давлением как деревянченко давил на чарла да но я просто мало шансов даю на какую-то досрочную победу или или просто даже на победу будь с дистанцией вот так наколачивать генер забьет всю голову поэтому видите что как бы мы не старались как бы мы не не пытались своими советами помочь все встает на круги своя и доминирует то что о чем мы ребята говорим предупреждаем конечно большой вред боксу дают но я опять скажу не до блогеры потому что они пропагандируют совсем другие моменты в боксе и слушая их люди молодые боксеры допустим они учатся не тому они учатся тому что приводит вот ну к таким окончанием вот видите два бойца казахстанских ахметов и до этого не помню ребят фамилия его не столь важно видите проигрыш два крепких дистанционника хорошим дистанционника видите плотном бою проиграли геннадий головкин не в то направлении свернул до победу да над шереметой да вот такая но качество боя посмотрите но она уже не такое заводное не так не так уже не дает адреналина адреналина какого-то не придает но все всем удачи друзьям подписывайтесь на наш канал